Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Вы пишете, что я встречался с девочкой год, значит, сделал предложение, должны были пожениться, но... Сила обстоятельств, каких обстоятельств, вы не говорите. Сила обстоятельств, значит, и последствий, вызванных сугубо вашими действиями, и, соответственно, я полагаю, что вы берете на себя вину за это, да? Значит, сугубо по моей вине вы расстались. Значит, смотрите, какая история. Нет обстоятельств, по которым бы вы расстались сугубо по вашей вине. Нет обстоятельств таких. Да, пятьдесят процентов ответственности за произошедшее вы, предусловно, несете. Но только пятьдесят. Не больше. Понимаете? И то, что вы говорите, что сугубо по моей вине, это значит, что вы склонны себя обвинять. И если это действительно так, то вы и стремитесь к этому, к тому, чтобы себя обвинять. Потому что только таким способом вы способны чувствовать себя более-менее спокойно, более-менее в своей тарелке, более-менее комфортно. Только таким способом. Стремление к чувству вины подсознательно происходит из детства. Берёт своё начало, значит, так же, в детстве. И, соответственно, именно в детстве вас, скорее всего, этому научили. Ну, то есть, то есть, умолчили вас, именно вот, тому, чтобы вы чувствовали себя как-то негативно, чтобы вы чувствовали себя виноватым и желательно, чтобы виноватым чувствовали себя все время. Вот. Постоянно. То есть, чем больше, тем лучше. Чем сильнее, тем лучше. О. И только так, только через чувство вины, вы можете обрестись удовлетворения, спокойствия и так далее. Ну, это первый момент, который я бы здесь выделил бы. Потому что, ну, это важно. Это важно и это достаточно сильно бросается в глаза. То, что, ну, вот, то, как вы подаёте себя здесь, в этом контексте. Так. Дальше. Так. Значит, ага. Да, и последствия, и обстоятельства вы не раскрываете. То есть, вы не рассказываете, что с вами произошло. Ну, какие это были последствия, какие это были обстоятельства, что, ну, что вы расстались. То есть, как девушка ваша отреагировала на эти вещи, на эти ситуации и так далее. То есть, об этом, обо всём вы не говорите. Вот. А, хотя, хотя, это важно. Дальше вы пишете о том, что вы работаете в одной структуре с этой девушкой, плотно сотрудничаете и общаетесь, соответственно. Значит, эм, так. Я всё ещё испытываю чувства. Эм, то, что вы испытываете чувства, это, безусловно, понятно. Важное, немножко другое, на самом деле. В этой ситуации важно, чтобы вы для себя постарались определить, как именно и что вы делали для того, чтобы свои чувства иметь возможность выразить, иметь возможность, эм, ну, реализовать. Понимаете? Потому что, если вы, грубо говоря, испытываете чувства, но при этом ничего не делаете вообще, то, опять же, можно здесь сказать, что вы, по-видимому, стремитесь к тому, чтобы страдать. Ну, или, вам, по-видимому, нравится это чувство вины, потому что, если есть чувства, эм, если есть чувства, да, эм, выразите их. Их. Просто возьмите и выразите их, если есть чувства. А так, вот, если вы говорите, что, эм, ну, если вы говорите, эм, что вы не можете, эм, ничего сделать, то здесь либо вы, эм, чувствуете свои невыражащие, эм, должным образом, либо, вам нравится. Ну, нравится, ну, нравится испытывать, то, что вы испытываете, эм, сейчас, вот, на данный момент, вот. То есть, на самом деле, других вариантов нет. Дальше. Идем, идем. Вы пишите, значит, эм, периодически меня испытывают посредством наличия другого, эм, мужчины, при этом неоднократно. Понимаете, эм, понимаете, эм, опять же, когда, эм, вы говорите, что, меня испытывают, эм, посредством другого мужчины, ну, или просто меня испытывают, да, неважно, вы снимаете из себя ответственность. То есть, вы, как бы, говорите, что за ваше переживание, за ваше переживание, эм, никто не ответственен, а это, на самом, на самом деле, не так. То есть, на самом деле, за ваше переживание, ответственны вы сами. И весь вопрос заключается вот в чем. Вы говорите, что, ну, вас испытывают, да? Вы говорите, что, вас испытывают, но испытываетесь-то, как бы вы сами. То есть, вы чувствуете себя подверженным испытанию какому-то. Значит, у нас тут возникает вопрос, тогда, что это за испытание такое, а? Как оно стало возможным, это испытание? Почему вас, например, это так задевает, задевает? Ну, допустим, как минимум. То есть, если проверяешь, например, то зачем? Зачем эта девочка, если она, например, вам ясно дала понять, что с вами больше не будет? Из этого я делаю вывод. Вы сами видите в поведении девочки вектор, направленный на себя. То есть, вы сами видите, как девочка делает что-то, как будто бы, ну, например, против вас. Как будто бы, хотя, в действительности это, ну, может быть, и не так в действительности. Это, может быть, там, девочка, там, о вас, может быть, даже и не думает, да? Но вы, вы видите это именно так. Почему? Возникает вопрос, опять же. Тогда потому, что у вас с ней еще есть чувства. И чувства, естественно, они, ну, нуждаются в каком-то выражении, они нуждаются в какой-то форме. И вот эта форма в данном случае и проявляется вот так. Потому что, ну, явно вы здесь используете девочку и используете ее поведение, а ведь она может жить дальше. Вы используете как способ, как средство для того, чтобы, может быть, себе показать, что вы недостойный такой, ну, мужчина, да? Что вы, ну, достойны того, чтобы вас как-то принижать обязательно и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, статья здесь вот именно такая. И что самое интересное, это то, что девочка, она может даже и несет ответственности за то, что происходит с вами. А вы это все видите именно так. И вопрос, который у меня к вам, он на самом деле только такой. Почему так вы воспринимаете это поведение девочки, например? Что это поведение вам дает? Дальше. Значит, надо это понять, что вместе мы никогда не будем. Как? Значит, не могу отпустить ее, перестать общаться, тоже не могу. Вы знаете, в психологии нет такого слова не могу. То есть, вы этого не делаете, потому что она вам, например, для чего-то, скорее всего, нужна. Девочка. Возможно, вы с помощью нее, так, испытываете чувство вины. И, собственно, она нужна вам именно для этого, чтобы испытывать вину. Возможно, здесь есть еще какие-то причины. Но я полагаю, все дела ваших желанных. То есть, дело в том, чего вы хотите. Может быть, вы переживаете фрустрацию из-за того, что по вашей вине обстоятельства, ну, сложились так, что вы не смогли с девочкой быть вместе. Может быть, вы преследуемый сейчас желанием все восстановить. Может быть, так. Но в любом случае, в любом случае, вы не можете, вы не хотите. Это разные вещи. И чем быстрее вы поймете это для себя, чем быстрее вы начнете смотреть именно на корень своих желаний. Потому что, любив вы девочку, вы давно бы уже поняли, в общем-то, что ей лучше вот так, как сейчас ситуация происходит. Ей лучше, так как сейчас она живет. Ей так лучше, ей так комфортнее, ей так удобнее может быть даже. Понимаете? Но вас это не очень-то волнует. Потому что вы преследуете цель реализовать свои желания. Вопрос заключается в том, какие именно. Вопрос заключается в том, что именно вы пытаетесь реализовать. Ну, вот, с помощью девочки. Дальше. Значит так. Сам по натуре, человек не гулящий. Попагнула за вторая девочка. И с ней именно хотел построить жизнь в будущем. Правильно ли можно вас здесь понимать? Помимо того, что не очень ясно, для чего вы написали то, что вы человек не гулящий. А она гулящая, получается. Не думаю, что это было бы правильно по отношению к ней, потому что она ведь с вами рассталась. То есть, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя считать, что она гулящая. То есть, определите, пожалуйста, зачем вы это написали? Для чего вы, ну, для чего, для чего вы застряли на этом свое внимание? Значит, смотрите. Смотрите, что получается. Вы пишите, что по факту это вторая девочка. Именно с ней я хотел построить свою жизнь в будущем. Хорошо. Вы хотели построить с ней свою жизнь в будущем. Я могу в общем целом это понять. Но поскольку вы не смогли построить с ней свою жизнь в будущем, то я полагаю, что вы неким, пока, скажем так, мистическим образом, вы нацелены на неудачу в отношениях. Вопрос в том, кто, как и почему провансировал вас на эту неудачу. То есть, как правило, подобное поведение всегда имеет корни. И этих корней, как правило, всегда лежат в детстве. То есть, все это именно детско-родительские отношения. А если и вы сможете увидеть для себя, что это за, ну, посыл, например, ваших родителей, каков он посыл на неудачу, то вы сможете для себя увидеть, почему девушка столь важная для вас, да, ушла. Почему произошли какие-то обстоятельства. Скаловерный выход называется на негативном сценарии. И вам важно свой сценарий увидеть. Дальше идём. Вы пишите. Что теперь делать, не знаю. Ну, во-первых, нужно уточнить, что делать, чтобы что. То есть, что вы хотите. Если вернуть девочку, это одно. Если хотите просто быть счастливым, это немножко другое. То есть, тут нужно определиться обязательно с тем, что вы сами для себя хотели бы. Потому что пока не очень понятно. То есть, если вы не знаете, что делать со своими жизненными целями, то их можно, конечно же, переориентировать. Их можно направить в более истинное русло. А иначе вполне возможно, что ситуация так и будет происходить. То есть, вы снова и снова будете, как бы, идти к отношениям с девочкой. А потом, самый критический момент, когда вы уже сделаете предложение и так далее. Давай задний ход. Садний ход. При том и вину вы всё будете брать на себя. Считаю, что вы в этом виноваты. Но ведь вы же это сделали. Вы же сделали, ну вот, то что сделали. Значит, вами что-то двигало, и в тонкости она вся в ту, чтобы увидеть, что именно вами двигало. Понимаете? Вот. Тогда вы сможете сделать так, чтобы этого больше не повторялось. Никогда. в вашей жизни. Ваша жизнь. 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 может спокойно общаться с кем-либо ещё, просто потому, что всё равно, так или иначе, вы ничего не теряете. Ну, в данном случае, абсолютно. И вот, понимаете, то есть вы либо идёте дальше и стараетесь как-то вот свою жизнь наладить, либо вы так и остаётесь в этом болоте. Потому что в любом случае, чтобы вернуть девочку, вам нужно стать более таким самостоятельным, именно в этом аспекте. Так, прошу просто потому, что меня люди не понимают и высказаться можно только так, это только так. Ну, это уже вопрос, значит, это вопрос вашего окружения. То есть, почему вы выбрали себе такое окружение, которое вас не понимают. По факту знаю, что нужно делать и что же, но не могу найти эту ниточку. Чувства берут вверх всё чаще и чаще, и всё больше преддепрессионное состояние. Во-первых, какие чувства берут вверх всё чаще и чаще, как вы воспринимаете свои чувства, почему вы пытаетесь их подавить, эти свои чувства, знаете ли вы ещё за ними стоите, за этими чувствами. И самое главное, откуда вы диагностировали на себя так называемое преддепрессионное состояние, если вы только не специалист, который занимается с людьми. Да, то есть, психиатр, психотерапевт, психолог, клинический психолог или социальный работник. Вот. Это непонятно. То есть, какое состояние, почему вы называете его преддепрессионным, не очень понятно. Вот. Тем не менее, с этим всем можно разобраться. Вот. Самое главное, надеюсь, вот я до вас мысль донёс, что то, что произошло, то, что случилось, вот эти последствия, обстоятельства, нужно увидеть, как вы их воспринимаете и как получается так, что вы видите в них только свою вину, то есть сугубо свою вину. Это вот, на мой взгляд, является самым важным. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Всего удачи!